Добрый вечер, в эфире телеканал ТВ Центр Тула, программа 0-2. С вами Михаил Алтухов и прямо сейчас обзор последних криминальных происшествий в регионе. В Заокском районе полиция задержала подозреваемого в серии дачных краж. По версии оперативников, неработающий 32-летний житель села Яковлево проникал в дачные домики через окна и выносил все ценное. Стражи порядка предполагают, что на счету злоумышленника несколько подобных преступлений. Череда краж началась осенью с окончанием дачного сезона. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье кража. В Щекинском районе сотрудники полиции задержали наркоторговку. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, полицейские вышли на след 22-летней местной жительницы. При обыске у нее было обнаружено и изъято почти 4 грамма героина. По предварительным данным, задержанная собиралась продать наркотик. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. На Московске задержаны похитители меди. Дельцы выносили цветной металл с территории одного из городских предприятий. По версии стражи порядка, трое работников воровали медь в течение двух месяцев. В общей сложности злоумышленники похитили 360 килограммов металла. Сейчас все подозреваемые признались содеянным. Сотрудники полиции устанавливают ущерб. В Суворове задержан мужчина, подозреваемый в краже. Лейтенант полиции Александр Шумилев направлялся на работу, когда около здания универмага на улице Космонавтов в Суворове услышал крик о помощи. Полицейский увидел мужчину, выбегающего из магазина. Страж порядка после преследования настиг и задержал злоумышленника. Прибывший на место происшествия следственной оперативной группе оставалось только установить личность мужчины, а также выяснить обстоятельства преступления. По версии полиции, подозреваемый совершил в универмаге хищение куртки-дубленки. Также стражи порядка установили причастность мужчины к краже денежных средств за стройки администратора в гостинице Суворова. Злоумышленник, житель Калуги, 1987 года рождения. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Теперь мужчина ожидает новое уголовное наказание. Выпил? За руль не садись. Сотрудники госавтоинспекции предупреждают жителей области о недопустимости управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В период предновогодних корпоративных праздников увеличивается соблазн сесть за руль нетрезвым. В связи с этим полицейские региона проводят специальные рейды по выявлению пьяных водителей. За минувшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 112 автолюбителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии. К сожалению, статистика показывает о том, что в преддверии новогодних праздников значительно увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, которые в момент дорожно-транспортного происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. В связи с чем госавтоинспекция обращается к вам, уважаемые автовладельцы, с просьбой и предостережением не садиться за руль после новогодних застольев, после новогодних корпоративов. Прибегайте, пожалуйста, к услугам общественного транспорта, службы такси. За минувшие сутки на территорию области произошло 27 преступлений, по горячим следам раскрыты 20. А на дорогах региона случилось три аварии, в которых пострадали три человека. Внедорожник Сан-Йонг на мосту через Аку в Олексинском районе выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Рено Логан. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки был госпитализирован в больницу с переломом бедра. В тот же день на проспекте Ленина в Туле Газель столкнулась с троллейбусом. В результате последний налетел на бордюры и ограждение подземного перехода. В салоне троллейбуса пострадала пассажирка при падении, получившая перелом носа. А я напомню, что в региональном управлении УМВД работает телефон доверия. Позвонив по номеру 32-22-85, любой житель Тульской области может пожаловаться на противоправные действия полицейских, в том числе сотрудников ГИБДД, вневедомственной охраны и других подразделений управления. Каждое сообщение будет рассмотрено руководством регионального УМВД. Смотрите нас с понедельника по четверг в 19.20 на телеканале ТВ-Центр Тула. Если вы стали свидетелем преступления или сняли ЧП на мобильный телефон, звоните нам по номеру 33-23-21. А у меня на этом все. Берегите себя, будьте осторожны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова